так на все я собралась я уже в новых своих кроссовках как же они мне нравятся все здоровские как мне удобно платформа как раз то что я люблю так все укладками сегодня нравится вот на что значит голову помыла накрасила сегодня макияж мне какой-то побольше нравится знаете бывают значит такие дни когда-либо все удачно либо все неудачно вернее наверное я тебя не возьму сегодня потому что я не знаю сколько же я там буду если бы только ехала фикс пресс хочу с экспресса ехать же взять калаш фотографии наконец детские уже организовать пока афончик вы соня остаетесь дома сегодня немножко похолодало уже такая уже не весна как бы глубокая осень машина все том же состояние это название что машина черная у нее теперь новый цвет машина грязная так открываем ворота заводим машину немножечко прогреется и будем ехать до 3 градуса показывает взяла у меня в машине лежит пока морозов нет оставляя смягчающие смотрите пятерка все здоровский терка вот я первый раз купила но по питанию номер 5 тебя максимум 4 мне попадались дура скина ты его наверно лучше домой забрать зачем мне в машине пятерка да лучше пятерка пользоваться после воды вот сухой все такое видимо не глядя взяла запасы запасов здоровски после него такие мягкие руки вообще крутой вот кому нужно смотрите может быть кто-то уже брала может кто-то в поисках смягчающий интенсивно смягчает и питает очень сухую кожу это я брала знаете они кстати не было ни в пятерке не магните не магнит косметик это я брала в наш кит есть такой как торговые продуктовый торговый в нем взяла очень мягкий вообще слушайте действительно обалденные руки все начинаю выкатываться закрываем так сейчас я подумаю как мне лучше к ним доехать да наверно туда все включая музыку и поехала пока девчонки девчонки кто солисты студия красоты кошка здесь хорошие мастера вот здесь я делаю ногти здесь я делала перманентный макияж бровей губ делала вообще здоровская девочка женя здесь работа на девушка да вот очень хорошо брови вообще получились у меня естественные губы хорошо цветут мы выбирали она такая прям щепетильная и мастер не наут хожу ногти к ней делаю сейчас иду туда к ним до находится узнаете напротив торгового центра пушкинский но мне кажется все кто вылезть этот невозможно не знаю вот еще пилка тут рядом магазин тоже все принадлежности для тех кто занимается наращивание ногтей ногтей так сейчас поднимемся в паберлик и заказ уберем 46 что и у у у у у у у наконец дошли мои руки до этих цветочков взяла у меня здесь фаберлик разведён не разведён я перелила сюда фаберлик средства называется по-моему я в магните выбрала для того чтобы хорошо себя чувствовали цветы как-то я показываю в виде у меня упаковки не осталось и вот я когда их впрыскиваю вот этим вот составом они прям вообще тогда такие гладкие зеленые и мне надо сейчас еще протереть мимо бегут считай мимо же бегаю да возьми ты остановись про 3 по ухаживания все прям франди там пролетает но сейчас там специально пошла пока егор у меня там обедает и будем идти сейчас задачки делать который на карантином задавали и вот вернулась там думаю нет вот сейчас наш стал тот момент я жду карантин кстати вот отвлекусь хорошо тем что я вот в период этого карантина я сделала намного больше чем я делаю когда у нас каникулы то есть вообще никуда ехать не надо я все успеваю я много таких домашних дел там переделала на снегурку мне до сих пор стоит бедная описанная фоне сейчас буду ее тоже стирать ну вот этот фикус у меня вообще ему 100 лет наверно он вот такой вот в непонятном зависшем состоянии уже сколько лет я не знаю 0 лет 5 вот так и не вырастает и не умирает и не вырастает вот так живет сам по тебе вот таким вот улыбку но сейчас я натру здесь окошко заодно про то так еще раз вот они подписаны давай еще раз почитаем я чтоб поняла два мальчика играли на гитаре какие из них мы не знаем до 11 на балалайка два предложениями давай дальше читай ты же мы там на каких инструментах играл каждый из мальчиков если пейте с мишей и миша с юрой играли на разных инструментах соедини стрелкой если петя с мишей с ним лишь с юрой в это время играли на разных инструментах сейчас я проверю туда если петя с мишей петя с мишей играли на разных и юра с мишей ура с мишей попались на гитаре стирают значит наоборот мишина балалайки а все остальные ноги да вот он где был подвох давай проверим если петя с петя с мишей и юра с мишей да миша играл на балалайки так получается нужны фигуры из четырех пронумерую я хочу на них я хочу наполовину сумку пить все как сегодня попросила запеку например буквально вот сейчас она меня была вот эти вот шкафы и . потом вот этот шкаф сверху помыла вчера пересматривала видео но вчерашнего блога вот это такой свой пыли на шкафу думал о боже хотя недавно протирала вот что значит темная мебель и получается как холл здесь очень быстро собирается стиль хочу пропали сносить большим пылесосом не роботом прям большим лестницу намыть ее хочу хорошо натереть прям руками не швабра и уголки все вот этого руками промыть и здесь по моему на полы здесь у меня картошка муж привез нам за занести все уже слопали так сейчас мы ее высыпем сюда и у нас сколько на пункте а то мы сейчас карантином так поздно стали ложиться спать не знаю как надо график менять если не курочка домашняя сейчас я ее напополам им бульон сварю сегодня назад тоже будет зеленый борщ так а кстати давайте пока я здесь покажу вам сегодняшние покупки фикс прайс сейчас я включу сегодня снимала обзор новинок на фикс прайс но именно тех которые как бы новинки для нашего города для нашего фикс прайса сейчас и поэтому покажу так первое то у меня здесь и лежит копточка от фаберлик ну давайте я вам тоже покажу еще даже я не мерила знаете это копточка она не новинка для фаберлик в том году мы с офейкой покупали такие черные это как бы наверное как классический что ли я не знаю как вот так называется джемпер и катажные у меня черный такой мне нравится и не помню такой размер бирку я уже все поотрывала но взяла наугад 46 так смотрю вроде бы она как и не маленькая я взяла ее знаете специально под кожаную юбку у меня две кожаные юбки я думаю такой белый светорочек но мне прям нужен был обыкновенный легкий именно принципиально было для меня чтобы он был тонкий тонкий такой джемпировку что судя по нашей зиме и вообще в этом году с ветра вообще не одеваю ну смысле такие вот плотноватый вот этот такой буду мерить буду меня лет если нет то закажу 48 их на сайте много поэтому это дело времени вот такой белый стоил он 1200 по моему составите хлопок не он и вот артейку 199 199 мне кажется 1200 стоил это кофточка что-то так так теперь переходим фикс прайс значит смотрите стоимость этого джемпера так он 1400 получается со скидкой у меня вышел 1119 рублей но из доставка получается тыс 1128 потому что мне как авто с доказом что ли пошел все давайте теперь фикс прайс обзор на фикс прайс может быть уже вышел а может быть выйдет после этого ну как новинки для нашего фикс прайс короче говоря пока за то что сегодня взяла я это был фикс прайс на центральном рынке город и листа взяла вот такую маску еще одну я ее не пробовала прошлом видео по голосу с углем там что-то такое очищающие принципе мне понравилось ну правда лекала здесь такой интересная маска для лица увлажняющий коктейль с карамидами так 77 рублей он почему-то эта маска вот только на этом центральной фикс прайс и в других я ее не видела так нанести маску оставить на 15 минут затем смыть остатки гелия легким круговым движением вот это корея у нас я так предполагаю до годность вот и на упаковке срок годности три года но в принципе тут только способ применения и меры предосторожности от сильно не расписывается что там делает и как от нее хорошо так 77 рублей дальше взяла увидела вот для меня это новинка крем омолаживающий для рук и тела пептиды шелка витамин е увлажняет 24 часа это флоресант а там еще знаете было для рук и тела но зародыша пшеницы и что-то еще было было питательная питательная это увлажнение но мне там не понравился запах здесь в принципе такой посмотрим как я уже боюсь в этом экспрессе что-либо брать но смысле крем для руку какой-то он у них всегда бывает бяка давайте этот посмотрим это у этого запаха прям хороший слишком как сладковатый так вообще работает помпа работает помпа или нет час мы не откроем для начала я ее знаете куда взяла вот чисто сюда на кухне руки там повозился воде раз вышел вот вышел руки раз намазал пошел ох ты там цветочный сладко цветочный какой-то у него запах пептиды шелк да ничего ничего но вот такой он даже я не сказала что он легкий на руках он такой прям плотноватый кажется наверно будет не так быстро впитываться но может быть сделать питание вот он у меня вышел найти по моему тоже 77 рублей 77 рублей объемчик у него какое здесь давайте глянем 250 миллилитров омолаживающий крем вот про этот крем могу однозначно сказать что хороший да он питает на тело не знаю как наносить но то что для рук прям классно сейчас смотрю мне нравится я люблю такое ощущение на руках и запах не отталкивающий потом для себя новинку тоже я нашла смотрите вот такая вот никотиновая кислота не знаю вот бус экспресс нет у нас в первый раз я увидела для волос как раз утром ствола снятие раздражение кожи головы защита кожи головы он мне напомнил по своим свойствам выбросила но вот вот это дело которое в аптеке покупала никотиновая кислота для волос до 5 ампула получается 5 миллилитров это тоже то же самое да тут вот смотрите значит что у нас способ применения способ применения вот так значит нанесите на чистую гол чистую кожу головы разделе волосы проборами распределить по всей поверхности массирующим движения принципе как и делаем но только это не написано что принципиально на сухие можно видимо на влажные не смывать использовать один раз три дня давайте откроем посмотрим что у нас для этого не открывали а вот она как я думал как тюби крема у что-то все понятно это значит то же самое что в этих ампулах только здесь дозировано здесь получается можно лить пока хочешь дать легкое покалывание и покраснение кожи головы после нанесения средств является нормальной реакции вот так вот понятно видимо что-то там делает с нашими луковицами да а вот эта крышечка снимается и здесь я так предполагаю что просто как вот она как жидкость то же самое ну принципе да можно покупать значит давайте посмотрим здесь у нас сколько 2 отсюда я использовал раз два три четыре пять шесть семь восемь девять пусть десять их было десять это получается 50 миллилитров а здесь у нас 65 миллилитров это я покупала 120 рублей мне кажется что-то так что чем-то а это никотиновая кислота стоит 77 рублей если ты на имеет такие же свойства то тогда получается выгоднее покупать и и так вот хорошая новиночка приобретение я прямо резко решила заняться выращиванием своих волос но как не то что длины мне нужен объем я смотрю что-то с моей головой происходит волосами особенно что-то не то и последняя покупка она была студии на рублей смотрите я давно увидела в обзорах у других блогеров вот такую вещь называется эта чашка по-моему так или миска миска она называется с крышкой 199 рублей у нее такая пластмассовая крышечка прямо на такая плотная с этой стороны видите глянцевая прям плотная плотная она плотно у нас ложится на эту чашку ну то есть приготовили закрыли убрали холодильник так же только она снимается смотрите внутренняя сторона ее очень глянцевая обратная сторона внешняя получается матовая что вот они нам дают смотрите маска с крышкой 32 помню в камеру даже лучше видно состав нержавеющая сталь и полипропилен да то у нас тут делают давайте вместе посмотрим химки а ну это китченджи ну я надеюсь что она не ржавейка не знаю буду мыть ее в посудомойке или нет в принципе можно попробовать но ее нельзя короче говоря если помылась она в посудомойке нужно будет сразу доставать нельзя чтобы она лежала с посудой там как бы долго под этим баром потому что возможно будет и какой-то налет ржавчину помыть ее надо 3 и 2 литра в принципе прям хороший я люблю вот сами по себе металлические такие миски что-то картошку порезать там на салат когда делаешь если она мне понравится и будет он в плане того что она не останется ржаветь и потрогать она в принципе очень даже плотная вот для сравнения это и киевская чашка вот она и киевская да я так поняла это сделано под нее давить на то значит внешняя часть и глянцевая внутренняя только здесь добавлен ободочек но и киевская она тяжелее однозначно тяжелее но это не такая легкая и как бы по прочности да можно сказать что они одинаковые такие покупки на сегодня были фикс прайс полезных попел называют кабинка кто это был волк 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 разбили и софия поделили пополам да значит здесь тысячи сколько 1025 1025 или 250 у она такая тяжелая на неподъемные и у софийки получается только же получается в копилке было 2 500 так подключилась поближе с вами поговорю поболтаем так прям по максимуму поставим картошка еще и не убрала щас поделять всем заниматься не могу представляете чайная пицца второй стакан будущий отвечая не пойму часом на ничего такого вроде я и не ела запретного вчерашний у меня был этот рис скоро кипит вчерашний был рис надо вытяжку включить и куриная грудка не знаю прям получаю пью пью сейчас у нас уже 10 вечера пока у меня закипает здесь будет немножко но не немножко он будет вариться бульон я пойду убирать сейчас я хочу про пылесосить внизу и полы буду мыть внизу пока я буду пылесосить софика мне наверху полы помоет что-то мне такое настроение сегодня хочется убрать вот и все и буду ложиться спать поэтому наверно сразу с вами попрощаюсь потому что мне подключить там у меня еще ноутбук на столе стоит это он с утра стоит я планирую у меня там есть еще семейные видео но по-моему это дубль но вдруг там что-то такое что я еще не сохраняла хочу на эту флешку которую купил от рыбает еще оттуда сохранить потому что планирую отдать его в ремонт на всякий случай отдам его ремонт но мне муж новых собирается покупать надо его выбрать но этот хочу отдать ремонт пусть будет пусть лежит поэтому надо еще вот этим заняться и сегодня звонила насчет микроволновки микроволновка уже такая же пришла магазин сити линку чем у них плохо да считаем купили новую микроволновку заплатили деньги увезли ее домой назад мы не привозим возвращаем все получается раз у нас браком это уже наша становится проблема они ее забрали повезли я так поняла в какой-то там свою сервисный центр волгоград сейчас там будут смотреть действительно бракованная то есть не обманываем ли мы их не сломали бы эту я так понимаю микроволновку будут они там изучают но и здесь обещали что дней 5 и вам деньги наличными вернуть потому что мы лично платили сегодня я звоню на и горячую линию так и так номер заказывал там все он мне рассказывает что у нас начата на находится в сервисе на ремонте до 21 марта и вы знаете что 21 марта в сервисе она за ремонте находится вы нам продали заведомо поломанный бракованный товар и теперь я еще до марта за свои деньги должна мучиться без это ему там хорошо поговорили с ним продуктивно так и там же у них еще записи я прям вообще в шоке вот знаете что я хотела еще вот сказать и напомним и как бы предупредить что когда покупаете товар я не знаю муж мы одни такие нужно его не только осматривать внешне его нужно там еще из розетки в розетке втыкать или вставлять включать и смотреть работает то есть этот товар или нет если покупаешь они там сами подключает проверяют все это делать здесь сити линги вот они вам вынесли товар вы за него день когда вы за него деньги заплатили вам вынесли товар вот с этого x склада я не знаем оформили заплатили вы деньги почему-то у них такая система только после этого вы можете осмотреть товар они его открывают вы его достаете осматриваете но еще есть возможность пойти там сразу подключить в розетку то есть посмотреть работает это все их дело или нет но опять же раз мы за него заплатили раз у нам попался бракова они будут просто его тут же бы забрали и точно так же такая же система как у сейчас происходит она бы была вот эти мне не нравится цитилин а днс у них чем хорошо тоже я на сайте заказываю товар приезжают я выбираю любой магазин где могу его забрать и много бытовой техники покупала в днс кстати ничего браковано там не попадалось и они мне его выносят перед тем как я иду на кассу платить за него я его могу посмотреть я даже могу его посмотрите тут же от него отказаться а в сетилинге видите как хитро то сначала вы заплатите а потом идите изучайте попался браковано мы его забираем сидите ждите куча этих заявлений это ладно мы все не возвращали а если него там ну короче возвращение предела я не знаю таре буду думать буду я еще заказывать в сетилинге или нет раз такая у них песня мне надо проще через днс обработки в принципе цены там на одном уровне может быть она несколько отличается это в разных товаров парам кстати допустим телефон этот мы покупали в днс и потому что на стилинге он был дороже ну вот как-то так и теперь без микроволновки я не знаю ли идти это завтра покупать ту которая пришла а вдруг они нам деньги не вернут друг они ее там делать будут зачем мне тогда две микроволновки короче теперь живем как в двадцатом веке без микроволновки такие вот дела так все загрузила вас очередной своей проблемой но пускай эта проблема будет только моей проблемой вам я желаю всего самого лучшего хорошего настроения до новых встреч подписывайтесь на канал и всем пока пока